Здравствуйте, дамы и господа! Представляю вашему вниманию один из самых масштабных модов для Boneworks. Целый пак контента из оригинальной части Metal Gear Solid, который включает в себя карты, который включает в себя новых противников, оружие и также массу интерактивных элементов на этих самых картах, в том числе и стелс-механики, здесь частично воссозданы. У противников есть траектория движения, также здесь есть рабочие камеры, и если вы попадетесь, то будут заспаунены противники, либо они каким-то образом прибегут на то место, где вы были замечены. Основные противники — это по-прежнему голограмм. Какого-то ракдолла ожидать не стоит, но зато они умеют патрулировать, они также умеют стрелять, в конце концов, и можно прокраситься незаметно и затем уничтожить своего противника. Хоть и не с первого раза удалось. Так, но здесь оружия нет, и рабочий, естественно, лифт. Все интерактивные элементы функционируют, такие как кнопки, возможно, рычаги и что-то еще. Лифт тоже, подъемник должен работать. Да, великолепно. И, соответственно, звуковое сопровождение, визуальная часть и также аудио, все присутствует. Так что порой действительно кажется, что это какой-то ремейк. Так, к сожалению, еще один господин приехал, и он не намерен подходить поближе. Но это было больно. Жалко, ствол нельзя у него взять. Хотя я могу его поднять. Естественно, функционала у него никакого нет. И вот эта самая лампочка, которая присутствует у каждой голограммы. Так что для поклонников серии, особенно оригинальной части, это просто must-have. Даже несмотря на эти текстуры низкого разрешения, времен PlayStation 1, виды здесь все равно завораживающие. И ненароком закрываешь глаза на все эти недостатки. Это даже какой-то собственный стиль. При этом присутствуют и частицы, а самое главное, освещение. Так что не знаю, как со стороны это выглядит, но ощущается это очень здорово. Автор действительно хорошо потрудился для того, чтобы передать и оригинальную атмосферу, и также перенести все это в виртуальную реальность. Здесь же должно быть хоть какое-то оружие. Кажется, я был замечен. Давайте посмотрим, как работает камера. Собственно, лампочка по-прежнему зеленая, уж не знаю, как в оригинале, но звуковое сопровождение было. А вот и патроны. Пока что автор не реализовал оригинальное оружие, но вы всегда можете скачать абсолютно любую модификацию, абсолютно любое оружие. И в том числе отдельно вы можете установить и модельку игрока, которую я обнаружил. Solid Snake, дамы и господа, тот самый низкополигональный. Оригинальный. И чтобы все было канонично, вы можете заменить и модельку игрока. Сочетается просто идеально. Так, а вот и второй вариант противников с соответствующим камуфляжем, так как они внутри здания находятся. Это я зря сделал. Я думал, этот люк можно выбить. Эту решетку. Видимо, выход где-то вот здесь, возможно, вот эту решетку можно выбить. Предлагаю дойти до конца. Может быть, здесь есть какая-то вариативность. Я опять же напоминаю, в оригинал я не играл. Не помню лишь геймплейные кадры. Так, ну видимо ничего убивать не надо. Здесь можно аккуратно спуститься по лестнице. Которая, кстати, рабочая. К сожалению, эти щели непробиваемые. Интересно, камеру можно уничтожить? По всей видимости, нет. По-моему, он самоубийство совершил. Мне повезло, что он не смог пережить потерю близкого товарища. Так, ну в конце концов, я этот пистолет могу использовать как оружие ближнего боя. Так, эти кнопки тоже вроде как, да, интерактивный элемент. Здесь еще какой-то подъемник. Я на всякий случай, наверное, возьму ствол назад. Потому что наверняка где-то здесь можно обнаружить все-таки патроны. Возможно, где-то вот здесь. Ну камеры уже не страшные, противников не так очень много на самом деле. Да, здесь патроны все время были. Эти звуки порой пугают. Звуки открывания дверей в том числе. Так, все, больше здесь помещений никаких нет. Сборка танков демонстрируется. И на эти ребята лежащие, напоминающие мне о крепкой мужской дружбе. На чести и достоинстве. Так, попробуем аккуратно проскочить. Уж не знаю. Наносит этот лазер какой-то урон. Да, видимо, наносит это и случайно было. Возможно, я теперь оказался в газовой камере. Похоже на то. Меня просто здесь замуровали. И все из-за дрифта стихо. Мне приходится начинать с самого начала. Не знаю, респавнится здесь противник или нет. Я очень сомневаюсь. Хотя нет, смотрите, респавнится. Так, а вот и дурка. Место моего постоянного обитания. Правда, я не помню, чтобы у меня был темнокожий друг. Так, ну здесь, кроме патронов, видимо, ничего и нет. На этом этаже. Патроны это хорошо. Можно сюда зайти. Может быть, здесь есть какой-то лук. Слушайте, я могу жить в этом унитазе. Настолько он ощущается огромным. Так, вот эту сцену я припоминаю. Я, наверное, не из глячьи, а из оригинальной игры. Профилактика простатита. Так, ну и все. На этом этаже больше ничего нет. Но есть еще один этаж. Би-2. Еще ниже можно спуститься. Или нельзя? Можно. Иногда просто трудно с этими кнопками взаимодействовать. Надо воткнуть поглубже палец. Вот этого я не ожидал здесь встретить. Также рабочий пулемет. Так, а можно уничтожить как-то эту турель? Честно говоря, есть большие сомнения. По-моему, эту турель абсолютно плевать. Возможно, здесь нужно проскочить, когда она поворачивается в сторону. Да, надо проскользнуть. Но зачем? Да я сюда пришел, не очень понятно. Телепорт назад. И вот такая вот небольшая пасхалка. Где разминается Solid Snake. После загрузки мы оказываемся в лобби в неком меню, откуда мы можем перейти либо в компанию, назад к тем уровням, либо в музей. Разработчик также подготовил небольшой музей, в котором есть демонстрация различных моделек из игры. И здесь почему-то дикие просадки FPS. Открываются ворота. И мы попадаем на территорию музея. Панталоны — это, конечно, прекрасный камуфляж. Самое главное, защищает череп. Избавил от страданий. Здесь даже издалека оказалось, что это какой-то этот Дэдпул. Но на самом деле это какой-то роботизированный персонаж. Даже катана имеет коллизию. Да, в оригинальной игре контента довольно много. Даже собаки есть. Или волки. И огромное количество всевозможных персонажей. Вот это она постаралась с ресницами. Она, кстати, выглядит более высокополигональной, чем другие персонажи. На этом закончим. Спасибо за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.